Привет, друзья! Пятничный Оролаз сегодня я приготовил для вас. Если вы готовы, давайте начинать! Казахстанец получил двойной платиновый диск за свой кавер. Кавер казахстанского музыканта Колорит на хит «Быстро» Славы Марлоу и Моргенштерна получил двойной платиновый диск. Его версия набрала 45 миллионов прослушиваний, тем самым заработав сразу две платины. «Когда-то я только мог мечтать о таком, наблюдая за тем, как популярные артисты забирают подобные награды. Я и представить себе не мог, что когда-нибудь и мне достанется платина за мою работу. Всех хочу поблагодарить за то, что поддерживали и поддерживаете меня по сей день», — поделился музыкант. Кавер «Быстро» после выхода сразу занял лидирующие позиции в мировом топ-чарте «Шазам», обогнав тогда Дуал Липа и Билли Айлиш. Также он был несколько месяцев в трендах российского и казахстанского TikTok. Музыканта, создающего каверы, зают Арестана Бильдин. Он вырос в Караганде, в музыкальной семье. Его папа был директором музыкальной школы, а мама — руководитель хора. И, наверное, поэтому его треки отличаются удивительной мелодичностью, и поэтому так нравится слушателям. Ну а то, что мама — руководитель хора, заметно по чистейшему вокалу и невероятно кристально чистому голосу. Изначально «Колорит» стал победителем конкурса каверов от известного артиста Джаха Либа. Затем ему поступали предложения от известных российских лейблов Black Star и Sony Music. Друзья, вот такое вот очередное музыкальное открытие предлагаю вам сделать, если вы, конечно, еще не знаете этого нереально крутого музыканта. Недавно я рассказывал вам про казахстанского футболиста, который сейчас находится в питерском «Зените», команде, за которую я болею с самого детства, так как я сам из Петербурга. Так вот, и защитник, который сейчас тренируется с командой, Нуралэ Алиб, рассказал клубной пресс-службе питерской команды, как увеличил армию фанатов для «Зенита» в Казахстане. Тренировки проходят в высоком темпе, по две в день. Очень интересно, надо признаться, для меня такое впервые. Новые впечатления для меня. Меня хорошо встретили в команде, сразу в коридор отправили Азмун, Дзюба и Аздоев. Они меня поддержали. А вообще общаюсь с молодыми игроками, с нашим казахстанцем Кимом, который родился в Казахстане. Хорошо общаюсь. Как только заработал интернет в Казахстане после последних событий, все мои поклонники и родные подписались на аккаунт «Зенита», ставят лайки и пишут комментарии. Очень забавный формат интервью, конечно, но главное порадовал Нуралы тем, что он скромный, простой парень. Все сказал, как есть. В общем, очень приятный молодой человек. Кстати, с точки зрения футбольных качеств, думаю, что его не просто так пробуют в «Зените». Думаю, это очень удачный трансфер, и казахстанский защитник точно принесет много пользы для команды. Еще немного из мира спорта. Мини-футбольный чемпионат Европы стартовал в Голландии. И уже сегодня вечером сборная Казахстана, за которую мы будем болеть, примет участие в матче против сборной Словении. Несмотря на то, что Казахстан является не только фаворитом матча, но и одним из главных претендентов на титул, все равно матч должен быть очень напряженным и интересным. Я надеюсь, что футболисты и тренер максимально сконцентрированы и смогут проявить свои лучшие качества. Сейчас, когда вы смотрите эту передачу, скорее всего, вы уже знаете счет. Ну, а если не знаете, заходите в комментариях, я закреплю результаты матча там. Вам, наверное, интересно, как там дела на Билборде. Я, друзья, уверен, что вы все интересуетесь, как обстоят дела у Димаша в Билборде. Его песни уверенно держатся в десятке лучших треков. Напомню, что Hot Trending Sounds Chart оценивает популярность разных песен в обсуждениях в социальной сети Twitter. Подсчеты проводятся регулярно, каждые 15 минут. Плюс раз в неделю составляется финальный чарт, в котором видно, какие песни сейчас самые трендовые и самые горячие. Так вот, песни Димаша, Be With Me и Fly Away сейчас находятся на третьем и девятом месте, соответственно. И это на момент записи нашего сегодняшнего выпуска. Но самое главное, друзья, это то, что Билборд – это один из важнейших этапов в карьере Димаша. И поэтому, я думаю, будет правильно, если вы поддержите его и обсудите в Twitter эти прекрасные композиции с использованием правильных хэштегов. Как это сделать? Все довольно просто. Но если вы не знаете, ищите в комментариях контакты наших милых девушек из фандома «Феникс», которые помогут вам всему научиться. Друзья, у меня на этом все. Далеко не расходимся. Надеюсь, что, может быть, скоро увидимся.